Вот этот козырёчек, он опускается, защищает глаза пожарного, чтобы пожарный мог видеть, куда он идёт. Примерить форму борца с огнём ребята выстроились в очередь. Третьеклассник Александр Тоскин в пожарной каске почувствовал себя настоящим богатырём. Впечатления такие были, как будто я уже пожарный, и хотелось смеяться, но я сдержался. Не играть со спичками, выключать из розетки электроприборы и не разводить костёр в неположенном месте. Что нужно делать, чтобы не допустить возгорания, старшеклассники знают точно. На уроке ОБЖ ребятам предложили окунуться в историю и узнать, где и когда появились первые огнеборцы. Первую пожарную охрану создал «Октавин». Ещё мне хорошо запомнилось про то, что Пётр Первый отменил стрелецкие войска, и на их место вступила постоянная пожарная охрана. Преподаватели говорят, на уроках ОБЖ ребята ведут себя лучше, чем на математике или литературе. Знания, которые пригодятся не на экзамене, в жизни школьники впитывают как губка. Дети с интересом слушат, им интересно, особенно когда им больше показывают живой материал, настоящие атрибуты пожарной деятельности, воспринимают очень хорошо. Слушать с интересом. Что делать, если запахло жареным, должен знать каждый, уверены учителя шестой школы. Потому учить жизни взялись и малышей, и старших школьников. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.